У нас третья похлёпка, а это уже картик. Вот такой вот красавчик взялся с зерновых. Вот такой вот получился симпатичный микс. Для Амура это идеальная насадка. У него полный рот зерновых. Приветствую вас, друзья рыболовы. С вами Владимир Николаев. Сегодня у нас тема монтажей. Поговорим об оснастке, предназначенной для ловли на УПАП и на плавающей, то есть Рони Риг так называемой. Преимуществу данного монтажа предостаточно, чтобы обратить на него внимание и можно вполне успешно им пользоваться, когда, в принципе, рыба мало активна, плёг слабый и иногда бывает, что эта оснастка выручает. Выручает она, видим, по своей презентации. Карп у нас рыба любопытная и всегда норовит её попробовать. По презентации. Её отлично можно использовать при ловле в траве на заильных участках. Также эта оснастка хороша как поисковая. То есть с одиночным пупапчиком. Вы там приехали на водоём и там каждые полчаса перезабрасываете на всплески. Можно пробовать ловить. На данную тему, в принципе, в интернете предостаточно видео, как его изготовить, но все они однотипные и, чтобы изготовить данный монтаж, нужно приличное количество денег. Я вам расскажу, как его изготовить в несколько раз дешевле, не потеряв абсолютно в качестве. Как правило, при изготовлении данного монтажа используются крючки типа Курвшенг, такие пол-бананы, да? Можно использовать подобного типа, либо форма как Муга от Гарна. Вот я лично ими пользуюсь. Но на просторах Алиэкспресса есть крючки в разы дешевле, по форме ничем не отличающиеся. Такие же тефлоновые. Да, возможно, по качеству немножко не уступают, но для обычного рыболова, там не спортсмена, да? Вполне себе успешно. Я на них ловил и могу их смело рекомендовать. Сразу же надеваем на него термоусадку размером 3 миллиметра. Я использую от китайского производителя, как правильно, не знаю, Хириси, Текл. Это, наверное, один из самых популярных магазинов вообще на Алиэкспрессе, где продаются достаточно качественные товары, вообще практически ничем не отличающиеся от брендовых. 3 миллиметра термоусадка нам потребуется порядка, ну, чуть больше сантиметра. Одеваем его сразу на наш крючок, вот таким вот образом. Следом. Нам потребуется быстросъем маленького размера 12-11 для того, чтобы сформировать сам Ронерик. Подобные быстросъемы есть у многих производителей, там, Гарнер, Хокс, Корда. Ну, стоят они, как уже сказал, приличных денег. Я использую Вайстекл. Тоже с Алиэкспресса за 50 штук вы отдадите в несколько раз дешевле. По качеству они абсолютно ничем не отличаются. И если взять и один вертлюб и второй, то вообще невозможно здесь найти какие-либо отличия. Итак, чтоб надеть нам его на крючок, нужно немножко отогнуть сам быстросъем. Пускогубцами, отверткой, чем угодно. Все это делается элементарно. Немножко совсем, чтобы получился небольшое такое пространство. И одеваем его на крючок. Как правило, я одеваю вот этим свободным кончиком к жалу. И обратно его немножко зажимаем. Без фанатизма не стоит его фиксировать, он никуда отсюда уже все равно не денется. Теперь нам необходимо его зафиксировать. Термусадку одеваем до бочонка вот этого верхнюшка. И лучше, конечно, над паром, но, к сожалению, у меня сейчас чайника с собой нет. Я аккуратненько зажигалочкой его, термусадку эту усажу. Она очень хорошо осаживается, имеет хороший коэффициент сжатия. Все. Есть. Половина дела готова. Вот такой получается он интересной формы. Дальше. Чтобы софиксировать поп-ап на нашем крючке, в принципе, можно использовать несколько видов фиксации. Это так называемые вертыши с овальным колечком. Можно использовать специализированные вертлюжки микроразмеров. За 10 штучек у брендового вы отдадите порядка 500 рублей. 100 штук стоит чуть больше, но вам хватит, наверное, на всю жизнь. Можно на троих, на четверых покупать. И третий вариант. В принципе, можно использовать обычные овальные колечки. Если у вас совсем никаких уже нет, в принципе, можно обойтись и круглым. Давайте мы на примере сделаем, скажем так, усредненный классический вариант. Это с микро вертлюжком. Его мы надеваем на крючок. И нужно сверху зафиксировать силиконовым стопором. Опять же таки, я пользуюсь Хирисей. Есть и другие на Алиэкспрессе, но будьте аккуратны. Нужны именно самые-самые маленькие. Здесь, наверное, около двух-трех миллиметров. Попадаются, приходили порядка пяти. Они слишком тяжелые и большие. Такие не подойдут. Но я все ссылки оставлю в описании. Кому интересно, зайдете, сами уже посмотрите, выберете. Вот такой вот резиновый или силиконовый конус. С одной стороны острый, с другой стороны тупой. Мы тупой стороной его надеваем на крючок сверху. И потихонечку протягиваем, докуда протянуть. Как правило, я его устанавливаю напротив жала крючка. Вы можете его регулировать вверх-вниз. Сейчас, если вы подвинете в самый верх, у вас будет крючок стоять, как оловянный солдат. Если его чуть дальше отодвинуть, то он будет наклонен. Как правило, я устанавливаю так, чтобы крючок с попапом образовывал примерно, ну он стоял под углом 45 градусов. Это такой усердненный нормальный вариант. Готово. Дальше. Нужно нам зафиксировать теперь попап. Выбирайте свои самые любимые попапы различного диаметра, какие вам только подойдут. В данном случае у нас будет 12 миллиметров. Прокалываем его вдоль. И теперь нам необходимо этот попап теперь зафиксировать на вертлюжке. Для этого у корды, у фокса есть специальные нити. Байт флукс. На одной из рыбалок я попал с товарищем, который никогда не видел этих оснасток. Взял в руки эту нить и сказал, а что это, зубная нить что ли? Я говорю, нет, это специальная нитка, которая предназначена для фиксации попапа. Он достает из кармана зубную нить. Я был в шоке, что это действительно очень два похожих продукта. Да, может быть они в итоге отличаются, но я что одну, что вторую не смог порвать. А пробовал палить зажигалкой, они одинаково палятся. То есть, друзья, я вот просто для примера купил первую попавшуюся, достаточно толстую, надо брать потоньше. Но на алиэкспрессе есть 20 рублей они стоят. А за эту вы отдадите почти там 500, даже больше. Так что, зубная нить отличный бюджетный вариант для фиксации данного попапа. Отрезаем небольшой кусочек, порядка 5 сантиметров будет достаточно. И продеваем эту нитку в наш вертлюжок. Дальше, нам нужно одеть попап. Иглой это делать очень удобно. И насаживаем попап, но не до конца, чтобы он смог свободно крутиться. В принципе, это и не обязательно, чтобы он вертелся. Ну, пускай будет, если сильное течение, будет, как бы, такой дополнительный, привлекающий. Теперь очень важный нюанс, о которых многие не говорят. Я раньше фиксировал просто обычным, два делал узелка и зажигалочкой припаривал, делал шляпку. Но у попапа есть свойство, тем более, когда вы долго оставляете его в воде, там, на несколько часов, он имеет свойство постоянно набухать. И постепенно этот узелочек проходит вниз, то есть попап у нас стремится вверх и, соответственно, проходит через узел. И у вас получается голый крючок над ним. Что бы этого не происходило, Корда выпустила так называемый Flops Cups. Стопора для попапов. Конечно, идея отличная, но стоит прилично. Ну, давайте мы сделаем для примера с ним, а потом я покажу второй вариант, более бюджетный. Он представляет собой такой пластиковый стопор с прорезью посередине. Мы его одеваем на нашу нитку, как бы вдоль, и всаживаем в попап. Не бойтесь, ничего не случится, он хорошо входит. И теперь уже непосредственно обычным узлом, вот я обычно два узла делаю, мы фиксируем его окончательно попап. Один узелок, второй. Отрезаем лишнее. И припаливаем все это дело зажигалочкой, чтобы получить уже шляпку непосредственно над вот этим самим стопором. Готово. Второй бюджетный вариант, это использование обычных силиконовых стопоров, которые стоят также копейки. Мы просто берем его прямо на вот этой проволочке, потихоньку надрезая вокруг, оставляем себе половинку. И мы фиксируем наш попап по тому же принципу, только уже за другую цену. Свою функцию он вполне себе выполняет, но есть очень важная особенность, о которой сейчас обязательно расскажу. Его немножко можно вдавить, чтобы он не торчал сверху. И фиксируем обычными такими же двумя узлами. Может быть на первый взгляд кажется, что все достаточно сложно, но поверьте, после того как вы сделаете первый раз, вы скажете, что это один из самых простых монтажей, который я вообще когда-либо делал. Отрезаем также лишнее и прижигаем. Теперь, друзья, очень важная особенность данного монтажа. Его нужно проверять обязательно в воде. В зависимости от попапа, от размера попапа, от его структуры, от его подъемной силы, зависит то, какая будет презентация нашей оснастки на дне. Я здесь наглядно сделал несколько видов, чтобы вам показать. Итак, первый это использование так называемых вот этих шурупчиков. Так как они имеют тяжелый вес, у нас крючок практически с попапом лежит на дне, просто валяется. Второй вариант это использование вертлюжка с резиновым стопором. У нас крючок уже как бы не лежит полностью на дне, а только касается жала. Следующий вариант это когда попап у нас зафиксирован с помощью обычного овального колечка. Так как он имеет малый вес, у нас получается идеальная презентация. То есть здесь основной нюанс нужно подобрать вот этот баланс. Если допустим мы возьмем более крупный попап, именно уже 14 или 15 миллиметров, с вот этим шурупчиком, у нас опять таки получается, что уже насадка идеальная стоит. А если мы поставим обычное овальное колечко, возможно он вообще даже всплывет. То есть тут нужно обязательно налить какую-то ведерочку воды и постоянно бросать. Плюс ко всему не стоит забывать о том, попап постоянно находясь в воде, теряет постоянно свою подъемную силу. Потому что он пропитывается, набирается влагой, соответственно нужно следить за этим. Теоретически проверять либо просто менять попап. Еще одним плюсом использования различных стопоров для попапа, это когда вы выполняете силовые забросы. Бывает так, что попап если рыхлый, он просто-напросто вылетает. Стопор ему это не дает делать и отлично фиксируется. Вот друзья, в принципе по всем нюансам изготовления самой вот этой заготовочки, в принципе наверное все рассказал вам. Я прямо дома заранее делаю сразу несколько вот таких вот заготовок и кладу их не в поводочницу, а просто в коробочку. В дальнейшем при формировании уже поводка мы можем использовать либо флюорокарбон, я чаще всего конечно использую именно его. Либо можно использовать обычные поводковые материалы с жесткой оплеткой. Ну я как бы сказал даю предпочтение именно флюорокарбону, он идеально лежит на дне и у нас получается отличная презентация. Так что друзья, вот такое у нас сегодня было надеюсь полезное для вас видео. Все ссылки на все расходники оставлю в описании под видео. Большое всем спасибо, если поставить палец вверх, я как мог для вас старался подробно все рассказать, донести. В следующем видео мы поговорим о очень похожей оснастке, так называемой оснастке 360. Тоже под плавающую насадку, тоже отлично работает. Да кстати, эта насадка идеальная для ловли Амура, на нее было поймано на чернице огромное количество. Амур любит, когда насадочка приподнята и просто-напросто подбираете цвет и будете всегда с большим ловом. Я всем желаю, друзья, не хвостань чешуи, делитесь этим видео с друзьями. Если вам было полезно, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok